Лентяи-поросятки не делали зарядки и стали неуклюжи, не вылезут из лужи никак, никак, никак. Именно вот таким стихотворением редактор наш сегодняшний предложил начать зарядку. Я понял, намек, спасибо. Я думала, что это ты, честно говоря, прям сочинил сегодня, накануне, да? Друзья, у нас сегодня наша любимая гостья-тренер Оля Миневич. И, собственно, вот с этого события мы начинаем наше сегодняшнее позитивное физкультурное утро. Оль, привет, как дела? Хорошо, дела хорошо, спасибо. Расскажи, чем мы сегодня будем радовать наших телезрителей? Уже весна, почти пришла, да? Да, я тоже самое хотела сказать, что уже совсем скоро весна, и предлагаю активно заняться собой и своим телом. Поэтому сегодня кардио будет зарядка. Отлично. Кардио, а можно ли вот за вот эти, сколько осталось, полторы-две недели, вот прям в идеальную форму себя? Ты думаешь, что ты 1 марта пойдешь на пляж Минского моря дефилировать в новой форме? Может быть, я хочу надеть джинсы возраста 17 лет. Конечно, это принципиальный момент. Есть одна история в клипе снятая про джинсы. Ладно, давайте что-нибудь про кардио. Да, если вообще немного времени, можно привести себя в форму, но главное себя не запускать. Я считаю, что надо круглогодично держать себя в форме, и тогда не будет таких ситуаций, что надо быстрее готовиться к лету. Поэтому мы делаем каждое утро зарядку. Мы молодцы, мы не такие ленивые, да, как ты в секторе не рассказывал. В этот момент Оля посмотрела на меня, спасибо. Давай же начинать. Да, давайте начинать. Первое упражнение будет прыжки на скакалке. Если у вас нет скакалки, вы можете имитировать. Бюджетный вариант. Не обязательно прыгать на двух ногах, можно чередовать, менять, можно на правый пару раз, на левый, просто чтобы вам было намного интереснее делать это упражнение. Достаточно делать 1 минуту, затем мы отдыхаем 20 секунд и повторяем. Повторить нужно 3-4 раза, сколько у вас хватит сил, а затем просто эту минуту увеличивать, когда будет... Ну, 5 минут будет достаточно для зарядки, конечно. Можно приготовиться, как Рокки Бальбоа. Да, да, да. Второе. Мы будем делать прыжки. Не нужно сильно приседать, но сгибать колени не нужно. И мы опускаемся полностью на всю стопу. Пресс напряжен, ягодицы сжатые. Тоже делаем минуту, отдыхаем 20 секунд, повторяем и также тоже увеличиваем время. Третье упражнение. Мы будем держать локти высоко и чередовать корпус и руки. Серьезно, Рокки Бальбоа именно так готовится к бою с Иваном Драгом. Я просто внимательно смотрел этот фильм, да. Да, ты правильно заметил, я хожу сейчас на бокс, и мы вот в разогреве очень часто сделаем это упражнение. Когда же ты покажешь какой-нибудь удар? В движении. Но я еще... Нет, не надо. Я еще не готова, да. Я тоже, пока. Я еще не готова, я подготовлюсь обязательно и вам покажу свое мастерство. Вот, в общем, такие пары упражнений. Это будет хороший разряд, и утром вы проснетесь, займетесь собой, и целый день у вас будет прекрасное настроение. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот существует мнение, что прыжки на скакалке все-таки более помогают жиросжиганию и вообще, чем, например, бег. Это так? Ну, на самом деле, наверное, все как делать, с какой интенсивностью. Если прыгать очень активно, то, возможно, да, больше будет затрачено энергии, но если бегать очень быстро тоже, растет много энергии. Вы хотите сказать, что бег помогает жиросжиганию? А что такое? Подождите, давайте разберемся. Нет, я потому что, я ходил на тренировки, я честно скажу, я ходил, да, не хожу, а ходил на тренировки, когда готовился к полумарафону, к двум полумарафонам. И говорили, что прям жир вот бег не сжигает. Он кардио, он все остальное, но жир вот, ты не похудеешь бегая. Оля, я не согласна. Есть аргументы? Я не согласна, да. На самом деле, жиросжигание начинает после 40 минут кардио. То есть, если ты больше... Неважно чем, но 40 минут. Да, 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 активно кардио, при этом нужно держать определенный пульс, у каждого он свой, это рассчитывается возрастом, весом и ростом, и будет жиросжигание обязательно. Возможно, я неправильно бегаю, может быть, нужно отложить пироги во время бега, я не знаю, нужно попробовать. Может быть, горят мышцы, надо как-то настроить свой организм. Послушай, я вот точно знаю, что с приходом весны многие девушки седут на то, что, ай, бачка, вот на бобра. Вот ты же знаешь это, да, вот в большинстве весов. Да, да, очень часто. А покажи какое-нибудь упражнение, которое вот поможет нам вот эти зоны нашей проблемной привести в порядок. Да, очень часто жалуются, у меня тоже сестра сейчас в декретном и просила, чтобы я показала упражнение. Ой, сколько нас мамочек смотрит, мамочки, смотрите внимательно. Мама всегда смотрит с сестрой вместе эфир, и они говорили, что вот как убрать бока, и чтобы сделать талию, потому что очень сильно болит спина, и вперед живот убегается. Вот это и для меня упражнение. Пресс. Да, пресс. Но на самом деле бока, нету неопределенных упражнений, чтобы брать бока. Это вот как раз в вашей карте, что я показала. А я думаю, что бока можно убрать, когда вот такое упражнение делают, когда вытягиваются. Это ты растягиваешь мышцы, ничего не убирается. Убирается, этот спасательный пояс, он убирается только правильным питанием и кардиотренировками. Вот такое легкое упражнение, мы запомнили. Да, вырабатывай силу воли. Женя, сила воли есть у тебя? Нет. Ты рядом. Нет, есть. Какая сила воли, ладно. Женя, вообще, каким спортом ты занимался? Бег, видишь, оказывается, ничего не шеркает. Наклоны не помогают. Что вообще? Что вообще? Зачем заниматься спортом? Регулярность.